Девушки отдыхают Бог сделает для нас особенный подарок Какой еще подарок? Ну, как какой? Вот Что вот? Ну, вот, большой подарок у нас стоит И что же это за подарок? Все В смысле все? Ну, все вокруг В смысле все вокруг? Ну вот, смотри, давайте вспомним, что Бог сотворил в первый день А теперь давайте проверим То было в начале, в начале начал Когда Творец небо и землю создал Земля же пустою и темной была Но будет прекрасно, Господь это знал И Бог всемогущий сквозь тьму повелел Чтоб свет высиял в небесах на земле И силой могущества Божьих слов Стал свет, Бог увидел, хорош он каков И Бог отделил свет от тьмы И назвал свет днем, а тьму ночью И мир основал И увидел Бог свет, что он хорош И отделил Бог свет от тьмы И назвал Бог свет днем, а тьму ночью И был вечер, и было утро, день один Так это Бог сотворил? Бог Так значит, это и есть подарок? Да, кстати, знаешь ли ты что? Бог явил свое могущество повелением Которое состояло всего лишь из трех слов Да будет свет Бог сказал, и физическое явление Возникло прямо из ниоткуда Одним своим словом он сделал так Что свет пронзил бесформенный, пустой и темный мир Человеку дана полная свобода Выборе единиц измерения расстояния Веса, объема, температуры, других величин И лишь для одной измеряемой величины Для времени Сохраняется божественное определение Библия дает точку отчета времени В начале Устанавливает единицу измерения День И определяет ее И был вечер, и было утро День один Именно один, а не первый Это уникальный Божий дар Ну, хорошо А напомните мне, пожалуйста, что Бог сотворил во второй день Посмотрим ответ И твердым могуществом вечного слова Он небо создал и для нас приготовил Земля же покрыта водой вся была И Бог из воды сотворил облака Другую же часть той воды, что была Бог в реки, в озера собрал И в моря И суша явилась Ее Бог называл землей Во второй день, чтоб ты это знал И создал Бог твердь И отделил воду, которая под твердью От воды, которая над твердью И стало так И назвал Бог твердь небом И был вечер, и было утро День второй Здорово Вода разделилась И посредине образовалось небо Да Кстати, знаете ли вы, что Атмосфера Земли уникальна Для жизни необходима атмосфера Вполне определенного газового состава Особый газовый состав Необходим для установления И поддержания благоприятных Климатических условий Ни одна другая планета Не имеет азота В качестве основного компонента Атмосферы Ни одно тело солнечной системы Кроме Земли Не имеет азотно-кислородной атмосферы Бог подготовил Землю К появлению живых существ Шаг за шагом Создавая для них Удивительные условия Это уникальный Божий дар Ну а что же Бог тогда сотворил В третий день? Давай проверим И Бог повелел На земле, что просли Деревья и травы Цветы и кусты И стало все так В свете яркого дня Бог видел Прекрасные земные края Деревья покрылись Зеленой листвой Плоды винограда В кустах над рекой Созрел в поле колос Зерна золотой Цветы аромат Дарят Господу свой Так в третий день Бог все растения создал И землю украсил И жизнь всему дал И сказал Бог Да соберется вода Которая под небом В одно место И доявится суша И стало так И сказал Бог Да произрастит земля зелень Траву, сеющую семя И дерево плодовитое Приносящее породу своему плод В котором семя его на земле И стало так И увидел Бог Что это хорошо И был вечер И было утро День Третий А знаете ли вы что Земная растительность Явилась как великое чудо Преображение вещественного хаоса Высоко организованную Действующую Самостоятельную структуру Которая сама себя выстраивает Хранит и питает Проникая корнями в почву У каждого растения Есть свой художественный образ Характер И большая связь с математикой Листья на ветвях деревьев Расположены согласно Так называемому закону Фибоначчи В котором каждое число Является суммой Двух предыдущих чисел Что в свою очередь Позволяет всем листьям Получать максимально возможное Количество солнечного света И самостоятельно Поглощать углекислый газ И выделять кислород Необходимый для жизни на земле Это уникальный Божий дар Слушай, а почему С первого по третьи дни Располагаются одним под одним Столбиком Протекально А последующие дни Рядышком Горизонтально Все просто Это для того Чтобы было легче запомнить Что в какой день сотворено А как это? Вот смотри Помнишь, что Бог сотворил В первый день? Да, отделил свет от тьмы Ну а в четвертый день То, что наполняет свет и тьму Напомните, что же это? Давайте посмотрим Четвертый Бог По небу рассыпал Бог Как? Не пойму Из дали далекой Они свет свой шлют И Богу дворцу Без техваления несут И создавая светила Солнце, солнце и луну Бог тем самым Установил естественные часы Которые позволяли людям Ориентироваться во времени И исчислять его Материальный генератор Энергии Солнца Стало для Земли Постоянным источником Света и тепла Диаметр Солнца В 103 раза больше Диаметра Земли Расстояние между Солнцем и Землей 149 миллионов 500 тысяч километров Если взять соотношение Земля Земля-стеклянный шарик А Солнце-футбольный мяч Расстояние будет 280 метров Идеальное снабжение Энергией Обеспечивается тем Что Земля находится Как раз На правильном расстоянии От Солнца Если бы Земля находилась Чуть ближе Или чуть дальше То температура была бы Опасной для жизни На Земле Это уникальный Божий дар Так Ну а что же Бог создал В пятый день? Помнишь, слева Среда обитания А справа Ее наполнение Так Если слева Вода и небо То справа Рыба и птица Давай посмотрим А в пятый день Бог посмотрел на моря Где яркое солнце Светило до дна Здесь жить хорошо Сказал Бог И жизнь дал Всем рыбкам Моллюскам Акулам Китам Затем полетели Над пенами волн Пернатый Легким Красивым крылом Но гнезда свои Вели все На земле В кустах На деревьях Или просто В траве И Бог Слыша славы С глубин тихих вод И ту Что летящая Птичка Поет И ту Что слагает Растительный мир Воскликнул Как чудно Я все сотворил И сказал Бог Да произведет вода Присмыкающихся Душу живую И птицы Да полетят над землей По тверди Небесной И увидел Бог Что это хорошо И благословил их Бог Говоря Плодитесь И размножайтесь И наполняйте воды В морях И птицы Да размножатся На земле И был вечер И было утро День пятый Кстати Знаете ли вы Что На земле Обитает 8 миллионов 700 тысяч Видов Живых Животных Существ Однако 91 процент Обитателей Моря И вообще 86 процентов Всех наших Соседей Меньших Братьев Еще предстоит Только Открыть Описать И каталогизировать Сейчас На земле Обитает Более 9800 Различных Видов Птиц Из них Только Около 10 Видов Птиц Одомашнил Человек Например Птица Квезер Это Национальная Птица Гватемалы Ее Именем Названа Валюта Этой Страны А изображение Этой птицы Можно заметить На гербе Гватемалы Квезер Не способен Жить В неволе Считает Что Из-за Неволи Эта птица Может Умереть От Разрыва Сердца Будучи Вольнолюбивым Квезер Не зря Был выбран В качестве Символа борьбы За независимость Птицы И рыбы Это Уникальный Божий Дар Осталась Последняя Шестая Ячейка Так В ячейке Три Которая Напротив Созданная Богом Среда Обитания Суша С растительностью Значит В шестой День Бог Создал Ее Обитателей Давай Посмотрим Прошел Пятый День Вот Шестой День Настал Который Господь Всех Животных Создал Кота Носорога Тигренка Слона Овцу И корову Кожу И коня И всех Растикомых Пчелу И шмеля Больших Зверей Малых Лесу И крота Червей И букашек Жучков Паучков Мышей И лягушек И стаю Сверчков И Бог Посмотрел На весь мир Что создал В день В день Первый И пятый И вот Что сказал Все это Прекрасно Но где Властелин Кто Б мог Управлять Всем творением Моим И кто И кто В жизни И кто И все то Что Бог Дал Свободную Волю Творца Прославлял И вот В день Слава Слава Моя И Животный Животный Кардио Кардиостимулятор Общение Животным Может Снижить Уровень Смертности От сердечных Приступов На 3% Это Составляет Примерно 30 тысяч Спасенных Жизни Ежегодно Все Что Бог Сотворил Получило Его Благословение Но Когда Господь Сотворил Человека Он Не просто Это Провозгласил Он Об этом Человеку Сказал Лично Непосредственно Обращаясь К Адаму И Еве Это Означает Что Изначально У Бога И Человека Были Личные Близкие Взаимоотношения Это Говорит О том Что Человек Был Сотворен Уникальным Это Уникальный Божий Дар Вот Такой Замечательный Подарок От Бога Бог Сотворил Нашу Планету И все Что На ней Подарил Нам Подожди Подожди Но мы же Не открыли Еще Одну Ячейку Какую Ну Вон Ту Что Наверху А в Этой Ячейке Особенная Часть Подарка Давай Посмотрим Что Там Смотри Здесь Праздничный Торт Ну Конечно Ведь Суббота Это Праздник Это Особенный День Седьмой День Господь Отдыхал От Забот И Хочешь Чтоб День Этот Чтил Весь Народ Чтоб Мы Как и он Без Забот Суеты Седьмой День Всегда Славить Бога Могли Суббота Представляет Собою Уникальный Символ Завета Помимо Прочего Еще и Потому Что Она Помогает Верующим На протяжении Многих Вехов Сохранять Свою Веру Свои Взаимоотношения И Единение С Богом Соблюдение Субботы Послужило Сохранение Не только Иудаизма Но и Христианство Сущность Христианской Жизни Во Взаимоотношениях С Богом Подобные Взаимоотношения Углубляются И становятся Более Осознанными В основном Благодаря Времени Которые Человек Может Уделить Поклонению Служению Размышлению И Общению А это Время Предоставляет Ему Именно Субботний День Суббота Это Уникальное Знамение Завета И Прежде Всего Потому Что Это Первый Знак Который Дал Бог Чтобы Показать Своё Желание Общаться Со Своим Творением Уникальность Долговечность Субботы Суббота Уникальна Потому Что Она Пережила Не только Грехопадение Но и Потоп И Египетское Рабство И Вавилонское Пленение И Римские Гонения Ведение Десятидневной Недели Во Франции И России Попытки Вести Пустые Календарные Дни И Сегодня Современный Секуляризм Суббота Это Уникальный Божий Дар Да Здорово Смотри Тут Еще И Свиток Есть На Нем Еще Что То Написано Главный Подарок Это Суббота И Совершил Бог К седьмому Дню Дела Свои Которые Он Делал И Почил День Седьмой От Всех Дел Своих Которые Делал И Благословил Бог Седьмой День И Освятил Его И Бобоны Почил От Всех Дел Своих Которые Бог Творил И Созидал Помни Субботний День И Храни Его Святым Шесть Дней Трудись И Делай Всю Свою Работу Но Седьмой День Это Суббота Господу Твоему Богу Не Делай В Этот День Никакой Работы Ни Ты Ни Твой Сын Или Дочь Ни Слуга Или Служан Ни Твой Скот Ни Чужеземец В Твоих Городах За Шесть Дней Господь Сотворил Небеса И Землю Море И Все Что В Них А На Седьмой День Отдыхал Поэтому Господь Благословил Субботний День И Осветил Его Какой Прекрасный Подарок Да Вот он Главный Подарок Для Нас Бог Сотворил Весь Мир И Подарил Нам Субботу День Покоя И Отдыха В Который Мы Можем Вспоминать О Всех Божьих Чудесах Творения Славить И Благодарить Нашего Господа